приветствую с вами Якимов Игорь в этом видео разберем как сделать поверку счетчика я вам расскажу этапы поверки счетчика и виды поверки а в конце видео расскажу что я рекомендую своим клиентам чтобы сэкономить деньги и не терять время для чего же делается поверка счетчика во первых это проверка износа прибора как и любая техника счетчики изнашиваются и требует проверки правильности работы во вторых это техническое обслуживание счетчика некоторые организации производят смазку счетчика и проверку движущихся частей в третьих это проверка точности прибора поверка сходно со словом верить в результате поверки мы определяем стоит ли этому счетчику доверять четвертых ищутся следы вмешательства электроприбор не секрет что некоторые умельцы вмешиваются в работу прибора чтобы своровать электричество если это обнаружится готовьтесь к штрафу пятых проверяется прочность корпуса прибора и проверяется крепление стекла изоляторов и зажимных клеем какие виды поверок бывают во первых это первичная поверка она производится на заводе изготовители после изготовления электро счетчика во вторых это периодическая поверка она производится через определенный поверочный интервал который указан в паспорте электро счетчика третьих неплановая поверка из-за просроченной установки счетчика если есть сомнения в правильности показаний если утеряна дата последней поверки или если произведен ремонт электро счетчика целью проверки правильности его показаний при покупке электро счетчика проверяйте дату первичной поверки электро счетчика она указывается в паспорте а также не храните электро счетчик долго до его установки установка однофазного счетчика производится не позднее двух лет после первичной поверки установка же трехфазного счетчика производится не позднее одного года после первичной поверки. Также не забывайте при покупке проверять пломбу на корпусе электрощечка. Стандартный порядок поверки. К вам приходит извещение окончания с поверки, но иногда контроль за поверкой счетчика возлагается на потребителя. Уточните это вашей энергоснабжающей организации. После этого счетчик снимается и доставляется в метрологический центр, который имеет лицензию на поверку электрощетчиков. В течение 14-15 рабочих дней производится поверка электрощетчика и в результате по итогам поверки выдается акт контроля, а также ставится штамп, паспорт электроприбора и на корпус ставится пломба. При положительном исходе поверки электрощетчика производится установка прибора. При отрицательной производится его отбраковка. После установки счетчика с энергоснабжающей организации приходит представитель, ставит пломбу и принимает счетчик в эксплуатацию. Также поверку электрощетчика можно произвести на дому. Это делают специалисты компании, которые имеют разрешение на эту деятельность. Они используют специальное переносное оборудование. При этом вы должны инспектора этой организации вызвать на дом. Он приезжает к вам, производит проверку правильности подключения, производит с помощью своего оборудования поверку счетчика на месте, выдает акт контроля по итогам проверки, ставит штамп паспорт и пломбирует прибор. После этого инспектор направляет акт поверки в энергоснабжающую организацию. И счетчик принимается в эксплуатацию. Что же проверяется при поверке счетчика? Во-первых, производится внешний осмотр счетчика. Проверяется корпус, стекло, отсутствие трещин и посторонних вмешательств. Во-вторых, проверяется целостность изоляции. В-третьих, производится проверка счетного механизма. В-четвертых, производится проверка отсутствия самохода. В-пятых, производится проверка чувствительности счетчика. И в-шестых, производится проверка точности подсчета. При этом сравнивается показание вашего счетчика с показанием эталонного счетчика. Как часто делается поверка? Для каждого типа и модели счетчика поверочный интервал указывается в паспорте. Для механических счетчиков он составляет до 8 лет. У меня были счетчики и на 4 года и на 8 лет. Для электронных счетчиков он составляет 16 лет. Какие счетчики не подлежат поверке? В марте 2019 года не подлежат поверке электросчетчики классом точности от двух с половиной и более. Сколько же это стоит? Поверка электросчетчика в лаборатории стоит для однофазного счетчика 675 рублей. Для трехфазного счетчика 765 рублей. Для многотарифного счетчика 1500 рублей. Выезд специалиста на дом для поверки счетчика стоит для однофазных счетчиков 2500 рублей. Для трехфазных счетчиков 3500 рублей. Ложный вызов вам обойдется 1000 рублей. Это может произойти если вы не смогли предоставить доступ к счетчику подлежащему поверке или этот счетчик классом точности больше двух с половиной и не подлежит поверке. По любому заказ вам придется оплатить. Спрашивается зачем платить такую стоимость поверки, когда существуют счетчики которые стоят всего 499 рублей. Вы этот счетчик можете установить сами и оплатить только опломбировку счетчика. Через пару дней я запишу видео как установить счетчик и выложу у себя на канале. Ищите ссылку в описании. Надеюсь вы определились как вы будете делать поверку счетчика или вы решили просто счетчик поменять. Чтоб не пропустить новых видео подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик. Ставьте лайк, делитесь с друзьями и конечно задавайте вопросы в комментариях и делитесь своим опытом по теме счетчиков. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok